У десятиклассника Богдана Коноплёва первый рейтинг и первое место на областном этапе Олимпиады по белорусскому языку. Готовился и стремился участвовать в предметных Олимпиадах с пятого класса. Мне в Оголе подобаются разные предметы, а именно в виду мовы русская, белорусская, испанская, я занимаюсь больше поглубленно. По мнению школьника, каждый должен знать и гордиться родным языком. Нужно читать произведения на белорусском, учить его и разговаривать в жизни. Тогда будет результат. Амбициозные планы у старшеклассника и на республику. Ожидаю добро написать в первую очередь водку, больше творчую работу. Ну и, конечно, пожаданно взять диплом. Готов был наибольшим тяжким, потому что это все-таки 11 класс, але водок был больше тяжкий в 10 классе, бо тогда была проза, а зараз у нас поэзия. Динамика, статика, импульс. Работа мощности энергии. Об этом без труда расскажет серьезный и целеустремленный Алексей Савченко, который в числе победителей по физике. Предмет сложный, но интересный и перспективный. Центр по работе с талантливыми учениками во второй гимназии посещает седьмого класса. Работать в команде это очень эффективно, потому что каждый вносит какие-то свои предположения, свои знания по решению задач. Это также какой-то соревновательный аспект присутствует. Мы соревнуемся друг с другом, кто первее, например, решит задачу или кто более красивым, видящим способом ее решит. Результаты работы учителя физики Лилии Макович впечатляют. Ученики ее центра положили в олимпиадную копилку города 4 диплома и похвальный отзыв. Самая главная задача – это талант в седьмом классе, когда они приходят ко мне на физику первый раз, открыть, достать, показать, что он есть и на добровольных началах пригласить на работу. А дальше, если они зацепились с физикой, то дальше они будут работать уже самостоятельно, с моей помощью и получать хорошие результаты. Среди лидеров олимпиадного движения и любителей русской филологии к олимпиаде Дарью Голомако готовила учитель Ольга Шевелева. Плюс к этому у девушки есть своя формула успеха. Секрет этого в том, что я писала все от души и искренне и честно, думаю, это и есть ключ к успеху. По словам друзей, скромность, тактичность и доброжелательность одноклассницы делают общение с ней интересным и приятным. Мы всегда можем обратиться к ней за помощью. Она мотивирует и вдохновляет нас, воодушевляет также развиваться, достигать таких же успехов, как она. Наш город представил 202 ученика, которые боролись за звание лучших интеллектуалов области. Больше всего дипломов по географии, белорусскому и русскому языкам. Впереди республиканский этап, которому наши школьники уже ведут активную подготовку. Виталий Гаврусев, Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.